Здравствуйте! В эфире программа Аптата НСМ. С вами Зарина Удба, сурдоперевод Кинджигуль Мажикова. И в ближайшее время расскажем вам о главных событиях уходящей недели. В области реализуется проект «Зеленый коридор», направленный на развитие благоприятной бизнес-среды. На данный момент 31 проект мы взяли под контроль, 27 компаний. Это проекты крупные, тысячи рабочих мест. Исполнилось 50 лет со дня открытия военного института сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова. Очень здорово, что авиация так тесно вписалась в историю этого города. В настоящее время одной из ключевых задач, стоящих перед государством, является поддержка отечественного производителя товаров и услуг. Отметим политику, поддержки и защиты внутреннего рынка проводят такие высокоразвитые страны, как США, Евросоюз и Китай. Поэтому с учетом мирового опыта в Казахстане также протектируются соответствующие меры. В частности, в стране намерены внедрить единый реестр товаропроизводителей. Вошедшие в него производство смогут рассчитывать на государственную поддержку в приоритетном порядке. Работа по импортозамещению проводится в Октябрьской области. С этой целью в регионе разрабатывают дорожную карту запуска каждого предприятия. Также с прошлого года в регионе реализуется проект «Зеленый коридор» для инвесторов, направленный на устранение административных препятствий и развитие благоприятной бизнес-среды в регионе. А в рамках развития придорожного сервиса в текущем году в области откроют 6 новых кемпингов, а к 2026 году свыше 20. О том, какие именно меры принимаются для оказания содействия бизнесу, расскажем в следующем сюжете выпуска. В настоящее время в регионе свою продукцию реализуют порядка 270 товаропроизводителей, имеющих сертификаты СТКИЗ и индустриальные сертификаты. Ими производится более 8 тысяч наименований товара в сфере машиностроения, изделий и металлообработки, химической промышленности, стройматериалов, продуктов питания, мебели, бумажной продукции. В целях сбыта местной продукции подписаны 9 трехсторонних соглашений с крупными недропользовательными регионами, включая Акимат области, РПП Томикем, недропользователи с порядком 40 местными товаропроизводителями. Данный перечень товаропроизводителей дополняется нами на ежедневной основе. Более того, в целях поддержки местных производителей функционирует комиссия по мониторингу закупок государственных органов, недропользователей и инфраструктурных проектов. На сегодняшний день проведено 11 мероприятий. В рамках данной комиссии 9 вопросов закупок недропользователей, 2 вопросов закупок госорганов, где нами детально рассматривались вопросы, связанные со сбытом местных товаров, работ и услуг. Активно ведется работа по заключению офтейк-контрактов, которые дают возможность снизить долю импорта с других стран. Между АО «ТНК Казахром» и ТО «Казахплюс» подписан офтейк-контракт на сумму металлических креплений и запасных частей на сумму 6,5 миллиардов тенге. Изготовление запасных частей к насосам ТО «Казахстанское промышленное предприятие» на сумму 892 миллиона тенге. Кроме того, АО «ТНК Казахром» заключено в долгую срученные контракты с ТО «Глобал спецодежды» по производству спецодежды, а также общество слепых, общество глухих по производству перчаток. Также заключены офтейк-контракты в рамках программы содействия созданию новых производств АО «Самору Казахстана» с местными производителями ТО «Эпсилон Групп» на поставку химических реагентов и ТО «ТДСК Компани» на поставку уровней метров. По информации руководителя управления индустриально-инновационного развития Тюбинской области Аскара Абишева, местные товаропроизводители проявляют интерес к участию в закупках «Тинги» «Шевройл», «Карачаганак» «Петролиум Оперейтинг» и «Норд Каспиан Оперейтинг Компани». В этой связи для местных товаропроизводителей нами совместно с подведомственной организацией Министерства энергетики были проведены две встречи. Это 27 мая и 6 августа текущего года по рассмотрению предложений от местных производителей по участию в закупках недр пользователей. Местные предприятия активно пользуются программой поддержки экспорта по линии «Казаэкспорт», который заключает помощь в выгоде международной рынке с участием в выставках, так как по линии «Костры» была оказана поддержка в возмещении части затрат на экспорт ТО «Вибромастер», ТО «Новальжанский комбинат» на общую сумму 11,9 миллионов тенге. Акимобласти поручило решать вопрос привлечения инвестиций в регион и усилить работу по увеличению мощности отечественных предприятий. Инвестиции являются основным драйвером региональной экономики, однако работа по их привлечению находится не на должном уровне. Мы провели не одну встречу с инвесторами, но реальных проектов пока нет. СПК «Октубе», АО «Казахинвест», региональной палате предпринимателей «Адам Микен» поручаю усилить поддержку отечественных товаропроизводителей, решать проблемы простаивающих предприятий. Нужно разработать дорожную карту запуска каждого предприятия на особом контроле заполняемость индустриальной зоны. Глава государства уделяет особое внимание привлечению новой волны инвестиций в страну и поддержке реализуемых инвестиционных проектов. В этом плане у нашей области хорошие показатели. За последние три года объем инвестиций в область вырос до 2,8 трлн тенге, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 817,1 млрд, в 2022 году 960 млрд, в 2023 году 1,025 млрд тенге. Доля иностранных инвестиций увеличилась на 30%. Для улучшения инвестиционного климата и защиты прав инвесторов создан специальный штаб, отвечающий за координацию и контроль реализации проектов. А с минувшего года в регионе реализуется проект «Зеленый коридор для инвесторов». Он направлен на устранение административных препятствий, с которыми сталкиваются предприниматели и развитие благоприятной бизнес-среды в регионе. В соответствующий меморандум о взаимном сотрудничестве год назад подписали Аким области Асхад Шахаров и прокурор области Харидулла Дауешев. Совместно с областной прокуратурой, с прокурором области мы провели до этого встречу. Пришли к мнению, что «Зеленый коридор» дает нам возможность решать быстро вопросы на уровне. Потому что, не секрет, возникают административные барьеры, где бизнес начинает тот или иной инвестиционный проект задерживать, в связи с тем, что не решаются разрешительные документы вовремя. Поэтому все процедуры мы будем отслеживать. На каждом этапе можно оставить свой комментарий, с чем не согласны или где задерживается тот или иной процесс. Будет дорожная составлена карта по каждому проекту, и в процессе чего мы будем делать анализ и в прямом смысле помогать реализовывать этот проект. В ходе встречи с участниками проекта, прошедшей среду, Аким области заверил, что для улучшения инвестиционного климата региона инвесторам будут и дальше оказывать сопровождение их инвестиционных проектов и содействие в получении государственных услуг. В завершении мероприятия состоялось вручение о удостоверении участников проекта «Зеленый коридор». Их получили 27 представителей бизнеса, которые планируют реализовать в регионе 31 крупный проект. Среди них, помимо отечественных предпринимателей, бизнесмены из России, Турции, Китая и США. Один из участников данного проекта – Ирланд Левукобылов. Он генеральный директор ТОО по производству керамической плитки и гранита. Рынки сбыта выпускаемой продукции – Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь. Сейчас производим 5 миллионов квадратов в год. Начали реализацию второго завода. Объем производства – 104 миллиона квадратных метров. Там будут производиться широкоформатные керамогранит. Объем инвестиций – 17 миллиардов. Итого на два завода общий объем инвестиций будет около 30 миллиардов тенге. «Зеленый коридор» дает нам полное сопровождение проекта. Достаточно быстрое получение всех разрешительных документов. Допустим, мы недавно получили в течение буквально двух дней теплое по газу. То, что нам земельные участки поделяются, решаются вопросы о включении в карту индустриализации. Поэтому очень благоприятно сказывается на бизнесе «Зеленый коридор». Также в регионе уделяется должное внимание вопросам развития придорожного сервиса. В настоящее время в области действуют 116 таких объектов. Из них 5 многофункциональных комплексов категории А, которые соответствуют всем национальным стандартам, и 4 объекта категории Б, которые предоставляют широкий спектр услуг. Оставшиеся 61 объект категории С и 46 объектов категории Д действуют на уровне розничной торговли и автозаправки. Самое большое количество объектов придорожного сервиса – 74 – расположено вдоль трассы Самара-Шимкен вплоть до границы с Казалардинской областью. Еще 18 кемпингов открыты на автодороге в Мартугском районе, 8 комплексов расположены по Орской трассе, 7 на автодороге Харабутак-Постанай, 5 вдоль трассы Актубе-Атрау. В 2024 году на 1,3 млрд. тенге откроют еще 6 новых объектов. А до 2026 года в области планируется запустить 22 проекта по развитию придорожного сервиса. Пять земельных участков совместно с акиматами районов по договору с Казавтожол переданы предпринимателям под строительство кемпингов и автозаправочных станций. Это возле села Бестамак Алгинского района, села Сагашили Муглажарского района и в районе села Иргиз. Для привлечения в регион автотуристов и путешественников решаются вопросы создания инфраструктуры и популяризации казахских традиций и культуры. Кроме того, на всех новых объектах было рекомендовано открыть информационные пункты и визит Актубе, где туристы смогли бы получить информацию о местных достопримечательностях, национальных традициях и культуре, а также узнать о проводимых мероприятиях и экскурсиях на территории региона. Заслушав выступающего, Аким области акцентировал внимание на необходимость увеличить число кемпингов категории А, которые предоставляют широкий спектр услуг путешественникам. Путешествуя на автомобиле, туристы хотят иметь возможность останавливаться в местах с удобной ночевкой, хорошим питанием и наличием автосервиса. Нам необходимо создать все эти условия на территории Актюбинской области. К развитию придорожного сервиса хорошо бы привлечь не только предпринимателей, но и местное население. В плане консультативной помощи им окажут поддержку региональная палата Атамикен и отделы предпринимательства. Расширение сервиса станет драйвером развития автотуризма в регионе. Также Саша Харов поручил разработать дорожную карту в целях содержания объектов, расположенных вдоль дороги, и улучшения подъездных путей к ним. В целом можно отметить, что проводимая в регионе работа нацелена на максимальное улучшение условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций в экономику. Владимир Федотов, Жасан Жалбаков, Руслан Нитаев, Азамат Сауханов, Аптатенасы. На минувшей неделе исполнилось 50 лет со дня открытия военного института силы воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова. Данное учебное заведение играет важную роль в деле подготовки квалифицированных кадров для военной авиации. За десятилетия работы вуза его стены покинули тысячи выпускников. Они успешно трудятся по всей специальности, причем не только в Казахстане, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому неудивительно, что в честь юбилейной даты было организовано праздничное мероприятие с участием Акима области. Кроме того, среди приглашенных гостей был обладатель звания Халак Кахармана, первый казахский космонавт, генерал-майор авиации Тохтара Убакиров. В ходе торжества ряд отличившихся военных были удостоены наград. О том, как проходило празднование юбилея, расскажет наш корреспондент. Торжество началось в церемонии возложения цветов к памятнику дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, чье имя носит институт. В мероприятии принял участие прославленный летчик-космонавт Халак Кахарманы Тохтара Убакиров. В интервью журналистам он дал положительную оценку военному институту и поделился мнением о перспективах развития авиации. Ваш город, эта земля, с давних пор связана с авиацией. И скажу, что очень здорово, что авиация так тесно вписалась в историю этого города. Я хотел бы всех жителей поздравить с этим великим праздником. В 1976 году была создана школа пилотов гражданской авиации, которая в 1996 году, через 20 лет, стала военным училищем. Я думаю, что не за горами тот момент, когда мы начнем здесь обучать и гражданских пилотов. На сегодня военный институт окончили свыше 5000 выпускников. Многие из них трудятся в авиации не только Казахстана, но и стран СНГ и дальнего зарубежья. Более 80% сотрудников, занимающих руководящие должности в сфере авиации, являются выпускниками этого учебного заведения. Коллектив вузов с юбилеем поздравил Аким области Асхар Шахаров. Ваши заслуги всегда достойны уважения. Мы гордимся тем, что единственный в Центральной Азии военный институт расположен в городе Актубе. Как отметил президент страны, повышение обороноспособности Казахстана является одной из стратегических задач в целях защиты Родины. Со своей стороны мы оказываем всяческую поддержку в плане оснащения материально-технической базы вуза. Так рассматривается вопрос ремонта общежития для военнослужащих и газоснабжения учебных корпусов, расположенных в Мартугском районе. На празднование юбилея Аким области наградил семерых сотрудников военного института нагрудными знаками за заслуги перед регионом. Отметил во время паводка, курсанты и преподаватели военного института оказали помощь в спасении и эвакуации населения авиации и доставке гуманитарной помощи пострадавшей населенной пункты. В их числе был 29-летний майор Ярдаулят Усибеков. Когда в Актубе пришел паводок, но всем коллективом и курсантами неустанно работали над ликвидацией его последствий, оказывали помощь пострадавшим. За это я сегодня получил награду из друга Акима области, и я выражаю свою искреннюю благодарность. В завершении торжества прошла концертная программа. Владимир Федотов, Руслан Альтаев, Сават Каликенов. Аптат Инессы. В настоящее время в области реализуется ряд проектов, инициированных главой государства по поддержке талантливой молодежи. Среди них выделение грантов ровесникам независимости страны Тауилис Сыстык Рпахтары, проекты Жаслъель, развитие института волонтерства Актубе Кэмп Кухамдык Дайрыс. Кроме того, стартовал прием заявок на участие в жилищной программе Актубе Жастары. На ее реализацию выделен 1 миллиард тенге. Мерами трудоустройства охвачено более 13 тысяч молодых людей. Из них на постоянную работу устроены 4732 человека. В программе Жаслъель приняли участие 1983 юноши и девушки. Еще 14 человек получили гранты в рамках проекта Жаспроджект. Вопросы поддержки подрастающего поколения актюбинцев были обсуждены в ходе очередного заседания Совета по делам молодежи при Акимате области. В совещании, прошедшем под председательством главы региона Асхата Шахарова, приняли участие студенты вузов и представители волонтерских организаций, государственных органов, члены Совета. На совещании были рассмотрены вопросы улучшения социального положения молодежи и молодых семей, в том числе расширения возможности получения образования, поддержки предпринимательских инициатив, занятости. Заслушав отчет о проделанной работе в регионе по реализации государственной молодежной политики и снижения безработицы, Аким области поздравил участников с Международным днём молодежи. Хочу поздравить вас с Международным днём молодежи. Как вы знаете, не только в нашей стране, но и во всём мире возлагают большие надежные подрастающие поколения. Мы же, в свою очередь, должны создавать для вас необходимые условия для развития. С этого года, как вам известно, у нас открылось областное управление по вопросам молодежной политики. Таким образом, благодаря этому, мы будем решать разные вопросы, касающиеся нашей молодёжи. Также в ходе совещания молодёжная крыло Жастар-Рухы поделилась результатами проведённого мониторинга общежитий высших учебных заведений. Как выяснилось, в некоторых вузах не созданы необходимые условия для студентов. С прошлого года мы взяли во внимание состояние материально-технической базы и общежития Западно-Каластанского медицинского университета. Руководители учебного заведения не выполняли возложенные на них обязанности. К примеру, состояние общежития номер один данного университета оставляет желать лучшего. Даже в целях социальной поддержки молодёжи стартовал второй этап жилищной программы «Октобажа-Стары». В данной программе могут принять участие молодые люди региона в возрасте до 35 лет. По сравнению с первым этапом в неё внесён ряд нововведений. В этом году планируется обеспечить жильём 100 молодых людей. В рамках реализации данной программы у нас выделено 500 миллионов местных исполнительных органов, 500 миллионов тенге от Пасбанка. Кроме того, в рамках поручения Акима области, в рамках исполнения поручения Акима области, в данное время мы разработали в этом году уже полностью интегрировано с платформой ЕГОВ и в целях искоренения, условно говоря, каких-то коррупционных проявлений. В данное время у нас уже заработано. Сегодняшний у нас запущен сайт в рамках данной программы. Приём заявок здесь осуществляется непосредственно по порталу ЕАКТЮБЕ. В конце заседания совета молодёжь, носящая вклад в развитие региона, была награждена благодарственными письмами Акима области. Вместе с ней учащаяся Актюбинского высшего медицинского колледжа Сандугаш Карибай. Я являюсь членом волонтёрского движения «Журик-тен-журике». Участвовали в различных мероприятиях. Больше всего вспоминаю дни, когда мы оказывали помощь нуждающимся, которые пострадали от наводнения. Суд отметит, что в регионе в рамках декады, посвящённой Дню молодёжи, прошёл ряд мероприятий. Владимир Федотов, Жасан Желбаков, Армандас Магомбетов, Аптат НС. Такими событиями запомнилась уходящая неделя. На этом у нас всё. Очередной выпуск программы Аптат НСС смотрите в следующее воскресенье.